Рюкзаки и прочие школьные принадлежности, а также вкусные торты. Такие не только подарки получили тверские многодетные семьи из рук депутатов городской думы накануне учебного года. Роман Быков узнал, что именно получили мамы и их дети, и насколько это облегчит для них подготовку к первому сентября. У Екатерины Даниленко этой осенью в школу пойдут три девочки и мальчик. Никанор сидит рядом с мамой, и несмотря на свои 8 лет, тоже принимает самое активное участие в приготовлениях. Он четко помнит, что ему уже успели купить родители. Крей, пина, пауцарк. И форма сама? Да, форма и ручки. Однако это далеко не все, вздыхает мама, которая хорошо представляет, что такое сейчас подготовить ребенка к первому сентября. Тем более, когда он у тебя далеко не единственный. Конечно, тяжело, когда тем более все школьники, это тяжело для родителей. Или на конце товара. Вот это вот самое. Требуется много их постоянно. Так что это будет очень хорошее подспорье. Хорошее подспорье – это длинный ряд из рюкзаков и пакетов с подарками, которые приготовили для многодетных семей депутаты Тверской и Городской Думы. Евгений Печуев, Илья Холодов, Наталья Павлюк, Дмитрий Гуменюк, Алексей Арсенев и Максим Сульман. У нас уже пятый год проходит акция по названию «Собери ребенка в школу». И мы дружим с теми нашими родителями, которые являются односцом по воспитанию. Все подарочные комплекты подготовлены с учетом индивидуальных пожеланий каждой семьи. Например, для Марины Веселовой головная боль – это форма и рюкзак для сына. Форма дороже рюкзака. Пиджак примерно стоит пять тысяч, потому что бывает, что школа обязывает в конкретное ателье идти и шить по своей модели. Рюкзаки, я так думаю, что мы смотрим, конечно, по своему бюджету за полторы, за две тысячи, две пятьсот. После этой встречи сборы в школу обойдутся семье Веселовых намного дешевле. Ведь депутат Дмитрий Гуменюк вручил Марине сертификат на полный комплект формы для ее сына Георгия. А Алексей Борисов, который кроме парламентского мандата имеет еще и удостоверение офицера ВДВ запаса, вручил другой семье, наряду с прочим, памятные вымпелы с символикой голубых беретов. Так что теперь эта семья находится под опекой Союза десантников России. Ну а все эти мамы и их дети под надежным патронажем городской думы. Вам, конечно, огромное спасибо, что у вас прекрасные дети, что вы отдаёте любовь, вы воспитываете их. Это очень нужно нам всем. Понятно, что это несколько, много детей, это очень сложно. И вам за это огромное спасибо. Депутаты отметили, что такую поддержку тверские многодетные семьи будут получать и впредь, поскольку у этих школьников должны быть такие же условия для учебы, как и у остальных сверстников.